В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Наш край богат талантливыми людьми. Среди них есть и те, кто уже давно вписан в историю района, и новое молодое поколение, чей талант еще только раскрывается. Одна из них – преподаватель школы искусств НЖ Сиддикова. Ее персональная выставка «Красоту мира сердцем чувствуя» открылась в Историко-Краеведческом музее 21 октября. Праздник для творческих людей, праздник для художника НЖ Павилова. В экспозиции работы последних нескольких лет, период учебы и преподавания. Уже пять лет НЖ – часть творческого коллектива школы искусств. Как признается автор, ей нравятся различные направления. Натюрморт, портрет, абстракционизм. Каждая из картин – отражение ее мыслей, восприятие окружающего мира, любовь к родным и близким людям. Зрители с интересом рассматривали представленные работы. Выставки бывают разные действительно. Где-то скучно находиться, а на сегодняшнем мероприятии не очень понравилось. И особую гордость, еще раз повторю, называет то, что она наша коллега. Хотелось бы действительно пожелать дальнейшим успехов, не останавливаться на достигнутом свершения и процветания. Молодой художнице только 28 лет, однако в ее копилке уже немало наград и достижений. Ознакомительную экскурсию по выставке провела сама автор. Она рассказала об истории создания каждой работы. Поздравить живописца пришли ее друзья, родственники, коллеги, члены творческого клуба «Феникс». Год назад НЖ пополнила ряды любителей искусства нашего города. В этот день звучало много теплых слов по адрес автора. Гости отметили особую и уютную атмосферу выставки. Училась в художной школе, на уроке рисования, очень любила рисовать. Посещала Дом пионеров, после этого решила связать свою жизнь над искусством. Училась в Бирске на художественном и графическом факультете. После этого вернулась в родной город. Преподаю в школе искусств. Теперь мои преподаватели, мои коллеги. Всю жизнь я связана с творчеством. Всегда мне хотелось персональную выставку, но я никогда не могла решиться. Не хватало уверенности. И вот как раз-таки в этом году, благодаря и моим преподавателям, и Ремле Агиповым, и Фаслиевой, я все-таки решилась на выставку и получилось ее организовать. Я люблю экспериментировать. Ищу себя в многих направлениях рисую и маслом, и акрилом. Акварий, гуашь у меня есть. Также ДПИ, декоративно-прикладного искусства. В разных направлениях. Ну, люблю писать пейзажи, натюрморты, портреты. Очень люблю изучать людей. Небольшие шаржи тоже юмористические. Мне это интересно. Несмотря на то, что все работы в разных направлениях, я хотела, конечно, передать хорошее, доброе настроение, доброту, что-то прекрасное. Вокруг нас очень много прекрасного. Действительно, мы просто должны это видеть, разглядеть, что в родной роде Янаул у нас прекрасно, очень много интересных мест. Природа ее богата, цветы, очень хорошие люди здесь, добрые живут. Работники, мои коллеги все, куда я посещаю. Феникс мне очень нравится. Родители, семья. Я хотела передать какую-то добрую душевную атмосферу в своей выставке на Лизу. Мне это получилось. Всего представлено более 50 картин и предметов декоративно-прикладного искусства. Выставка продлится до конца ноября. В течение этого времени каждый желающий сможет окунуться в особую атмосферу творчества. Гульнара Сиддикова, Марсель Хабиров, служба новостей Янаульского телевидения. Проект «Волшебная комната» Центра социального обслуживания населения Альтаир стал победителем второго конкурса президентских грантов Российской Федерации. Суть проекта – создание сенсорной комнаты в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Янаульском районе. Все необходимое оборудование закупили и установили. Поэтому совсем скоро маленькие Янаульцы начнут заниматься в новом уютном месте. Сумма гранта у нас составляет 495 тысяч рублей. Этот проект рассчитан для детей от 2 до 18 лет с множественными нарушениями в развитии. Это дети с ДЦП, с аутизмом, с различными психофизическими нарушениями, с двигательной расторможенностью, с сенсорными какими-то особенностями. На сегодняшний день сенсорное оборудование закуплено и установлено. В условиях сенсорной комнаты будут проходить специальные занятия, на которых дети будут получать комплексную реабилитацию. С детьми будет заниматься педагог отделения реабилитации Гульшат Гарипова, которая прошла курсы повышения квалификации по работе именно в условиях сенсорной комнаты. Продуманы все моменты, которые направлены на укрепление здоровья детей, для улучшения их психологического состояния, для социализации детей с ментальными и психофизическими особенностями. Для оснащения сенсорной комнаты использовано сенсорное оборудование, обладающее стимулирующим или релаксирующим действием. Зона уединенности и покоя у нас составляет фибероптическое занавесо «Волшебный шатер». В этой зоне дети могут уединиться, релаксировать и чувствовать себя в полной уверенности и в релаксации. Также у нас есть фибероптические волокна. Эти волокна стимулируют чувство осязания, развивают речь, успокаивают ребенка. И ребенок чувствует себя в улучшенном психологическом состоянии. Оформление пола у нас — ковер «Звездное небо». Он тоже управляется с пульта управления. Там создаются различные оттенки, цветовая гамма. И ребенок может почувствовать действительно себя в космосе, так скажем. Наша комната оформлена в космическом стиле. Оформлены настенные шторы тоже в стиле «Космос». Пуф-груши приобретены в стиле «Космос» для работы педагога и своего подопечного. Также мы приобрели большие наборы аутизм и стимуляция. В большой набор аутизма входят игровые говорящие, различные азбуки, говорящие книги, модульные кубики, конструкторы, лабиринты. Все, что связано с развитием ребенка для дальнейшей работы с педагогом, с ребенком. В наборе стимуляции тоже включено все необходимое для стимуляции сенсорной системы ребенка. Здесь и развитие слуха, и развитие зрения, развитие стимуляции обоняния, развитие речи, причины следственных связей. Тоже тут очень много у нас ходит в этот набор. Песочный стол, вот он светящийся, тоже очень успокаивает ребенка. Он не имеет острых концов. В общем, все оборудование очень безопасно для детей. Я думаю, что дети будут очень довольны. Также мы приобрели фиберакустическую панель, очень красочная, яркая. На этой панели ребенок будет развивать все формы, и тактильные ощущения, и цветовую гамму, форму, развивать моторику, сенсорное развитие ребенка, восприятие световых и звуковых элементов. Интерактивная банкетка служит интересным сидением и тоже имеет интересную цветовую гамму. Она служит необычным сидением и стимулирует воображение, и развивает различные творческие способности. Она очень удобна для педагога и для своего подопечного. Занятие у нас начинается с 1 ноября. Проект рассчитан до конца ноября 2021 года. На занятиях дети будут заниматься под группами, либо индивидуально. С каждым ребенком будет индивидуально работать психолог. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране – более 1,450,000 жителей. В Башкортостане их число превысило 10,000 человек. За последние сутки прибавилось еще 73 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала помощник-эпидемиолога Зинфира Газизова. По состоянию на 22 октября в Янольском районе зарегистрировано 784 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов госпитализированы в госпитале города Нефтекамск и 5 пациентов находятся в республиканских учреждениях. 121 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 633 пациентов. Итого, на данный момент в районе получают медицинскую помощь 121 пациентов с диагнозом COVID-19. На 14-дневном карантине находятся 90 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 89 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 211 человек. Все подразделения Новосибирской сервии продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация больных в отделении с отрицательным результатом анализов мозга на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За весь период с 15 по 22 октября в районе выявлено 109 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хочется обратиться к населению с просьбой носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по-частью мыть руки. Водители Башкирии встретили день жестянщика. Несмотря на призывы госавтоинспекции переобуть машины, далеко не все автолюбители к ним прислушались. Так, в четверг 22 октября, когда выпал снег и похолодало, на дорогах республики стали происходить массовые аварии, причиной которых стала летняя резина. О многочисленных ДТП в башкирских пабликах сообщают очевидцы, выкладывая видео и фото. Так, авария с участием трех автомобилей произошла сегодня с утра в Уфе на мосту при выезде с Черниковки в сторону Шакши. Массовая авария с участием более десятка машин случилась рядом с одним из предприятий Белорецка. Тем временем в Башгидромедцентре сообщают о наступлении в республике предзимья. Республику накроет первый снег, ночные заморозки и установится временный снежный покров. Минтранс настойчиво рекомендует автовладельцам поменять летнюю шину на зимнюю. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Анисой Арслановой. До свидания. В пятницу, 23 октября, в Янауле ожидается переменная облачность, мокрый снег. Днем минус 2, плюс 1, ночью минус 5, минус 4. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках автодорог Гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3,8 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7, при прояснениях до минус 12. Днем минус 1, плюс 4. Берегите себя, одевайтесь теплее. О событиях и преступлениях, произошедших за две месяцы, минувшей недели в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Аниса Расланова. Здравствуйте! 5 октября с заявлением в полицию обратился житель улицы Комсомольской и рассказал, что неизвестные лица похитили скоростной велосипед, оставленный его сыном возле торгового центра. Ранним утром 7 октября помощь сотрудников понадобилась жительнице деревни Туртик. Она сообщила, что кто-то украл металлические батареи системы отопления из здания школы села Ваеды. По подозрению в совершении преступления в отдел были доставлены двое безработных жителей села. Похищенное изъято. 13 октября в отдел обратился житель Янаула и попросил оказать содействие в розыске кузова от автомобиля марки ВАЗ-11 модели. Он исчез со двора по улице Первомайской в течение последних трех недель. В этот же день заявление о краже поступило от жителя Нефтекамска. Он рассказал, что неизвестные лица вскрыли садовый домик, расположенный в селе Энергетик. Преступники похитили куртку с документами. Днем 13 октября сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину. При личном досмотре у 36-летнего мужчины без определенного места жительства был изъят черный полиэтиленовый пакет с массой растительного происхождения. 12 октября за помощью обратилась жительница села Карманово и сообщила, по селу бегают продячие агрессивные собаки, рвут скот. Спустя несколько часов с подобным заявлением обратилась еще одна жительница Карманово. Неизвестные четвероногие гости побывали в ее личном подсобном хозяйстве, сломали клетку и уничтожили кролика. 15 октября в приемный покой Янаульской центральной районной больницы обратилась 73-летняя жительница села Иткинеева. Пенсионерка рассказала, что телесное повреждение ей нанес односельчанин 1969 года рождения. Мужчина орудовал штакетником от забора, причем он не только ударил пожилую беспомощную женщину, а еще и угрожал расправой. 18 октября помощь медицинских работников понадобилась жительнице села Сандугач. С диагнозом травматический пневмоторококс справа, параорбитальная гематома справа, она была госпитализирована в хирургическое отделение больницы. Выяснилось, что накануне вечером женщина отдыхала в компании своего супруга и семейных друзей. После посиделок дома разгоряченными спиртными напитками они отправились на дискотеку. Танцы продлились до утра, однако и этого мужчине не хватило, и он хотел продолжить праздник. Словесный конфликт между супругами перешел в драку. Мужчина ударил женщину кулаком по лицу, после чего она упала на землю и получила еще несколько ударов ногой в область груди, после чего они все же отправились оба домой. На следующий день женщина почувствовала ухудшение самочувствия и попала на больничную койку. С субботним вечером 17 октября на короткий номер 112 позвонила жительница улицы Социалистической и попросила помощи. В гости пожаловался житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поначалу выламывал дверь и буянил, а уже через 10 минут перешел от слов к делу и начал поджигать входную дверь. Ранним утром 15 октября дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи поселка Энергетик. 22-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, управляя транспортным средством состояния алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста. За рулем двухколесного транспорта в этот момент находилась 8-летняя жительница села Карманово. После наезда на знак дорожный пешеходный переход автолюбитель съехал в кювет. В результате аварии девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами была госпитализирована в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. Всего за две минувшие недели на дорогах Янаульского района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Один человек пострадал. Выявлено более 470 нарушений правил дорожного движения. В том числе 47 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 15 автолюбителей нарушили правила обгона. 7 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Три счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросенок. Богатырь! Чисел много. И какое счастливое решать вам? Боже, меня храни. Я здесь власть. Власть, говоришь? Все в наших руках. Субтитры создавал DimaTorzok